Здравствуйте! Это программа «Днями». Я, Ирина Акулович, сегодня в выпуске. Это довольно большой еще темный рынок, который используют наши производители, поставляя сюда продукцию, как техническое значение, так и продукты питания. В Москве состоялась презентация Могилевской области. Да, людям дан определенный старт, но главное научить людей, чтобы все это работало на дальнейшее развитие. Ярмарка региональных проектов для юго-восточных районов. У них появился стимул экономить типовую энергию у себя в домах. Как и сколько жильцы могут экономить на отоплении квартир? Могилевская осенняя неделя золотых шлягеров. Музыка, конечно, живет с самого-самого детства. Если говорить даже о двух лет, то я пела парней так много холостых, а я люблю женатого. Латышская певица Ольга Пирекс в ритме джаза. В Москве состоялась презентация Могилевской области. В деловом и культурном комплексе посольства Белоруссии в России регион представил свой экономический, инвестиционный и культурный потенциал. Ведущие предприятия области показали свою продукцию. В рамках презентации подписано несколько документов о сотрудничестве, в том числе между Могилевским облсполкомом и префектурой Восточного административного округа Москвы, а также правительством Тульской области. Все подробности в нашем репортаже из российской столицы. Москва, улица Моросейка, 11 утра. Как правило, в это время жители многомиллионного мегаполиса уже на рабочих местах. Для них это обычный будний день. Но не для тех, кто работает вот в этом здании. Сегодня у них день особенный. Здесь, на Моросейке-17, находится посольство Республики Беларусь в Российской Федерации. И сегодня это площадка для крупного экономического, социального и культурного события. Здесь проходят дни Могилевской области. Москва – важный стратегический партнер Могилевской области. Только в одном восточном административном округе российской столицы живет полтора миллиона человек. И это больше, чем на Могилевщине. Презентация региона – это прежде всего возможность заявить о себе и расширить присутствие на рынке Москвы. На уровне государства хорошо развиваются отношения. Но на региональном уровне мы ближе к людям. И мы можем более тоньше и правильнее понимать, что нужно самим людям, жителям и Могилевской области, и города Москвы. Поэтому вот именно на региональном уровне мы хотели бы расширять наше сотрудничество. Москвичи уже привыкли, что продовольственные товары под маркой сделаны на Могилевщине. Это натурально и вкусно. Поэтому наши производители стараются, чтобы их товарные марки были легко узнаваемы и следят за переменчивыми вкусами потребителей. Наши продукции интересуются. Сегодня уже пять компаний подходило. Мы обсудили вопрос совместной деятельности. Встретились со своими уже действующими клиентами. Обсудили вопросы, проблемы, которые нужно решить для того, чтобы нашу продукцию продвигать на рынок. Рынок идет к тому, что завтра тот, кто не зайдет в сети Российской Федерации, не будет перерабатывать продукты с больше добавленной стоимостью, а это прежде всего цельномолочная продукция, он, возможно, окажется не у дел. В числе партнеров Могилевской области 24 российских региона. И каждый из них примет нашу продукцию лишь в том случае, если она будет безопасной и качественной. То, что специализируется в Моготекс, это именно обеспечение безопасности человека на производстве. В любой его сегменте, вплоть до космоса, про который мы сегодня показывали. И вторая часть этого домашнего текстиля, это готовые изделия для квартиры, как я уже говорил, портьеры, шторы, вуали, столовое белье. Наука и медицина – еще одна важная сфера регионального взаимодействия Могилевской области и Москвы. Соглашение о сотрудничестве подписали Могилевская городская больница скорой медицинской помощи и Московская клиническая больница имени Иноземцева. Оно дает нам безграничные практические возможности усовершенствования в указании медицинской помощи не только, я бы сказал, даже в больнице скорой помощи, но и во всей Могилевской области. Пока туризм, пусть и не такая прибыльная отрасль, как, например, поставки на российский рынок лифтов, однако, если к нам приедут, о нас узнают больше, а потом расскажут у себя на родине. Наши школьники, ну, каждую неделю мы отправляем по несколько автобусов, и это приятно. Еще один туристический конек Могилевской области – это агроэко-усадьбы, которые принимают российских гостей. Конечно, им нравится блюдо белорусской кухни, им нравится фольклор, у нас проходят музыкальные вечера, ну и, конечно, просто отдых на природе. Дни Могилевской области в Москве прошли с пользой. На наших глазах велись переговоры, завязывались знакомства. Никто особо не рассчитывал договориться здесь о крупных поставках, но, возможно, сегодняшнее приветственное рукопожатие в будущем скрепится подписями на контракте, выгодным для обеих сторон. Интонация недели шлягерная. Потому что всю неделю в Могилеве артисты из разных стран исполняли любимые песни прошлых лет. Музыкальный фестиваль «Золотой шлягер» учредили в 1995 году, он был крупнейшим форумом ретро-музыки в Европе. Конечно, сегодня у него иной размах, и с огромной ледовной арены концерты вернулись в уютный зал Дворца культуры области. Хотя, кажется, это к лучшему. Атмосфера там домашняя. Про сенью неделю «Золотых шлягеров» расскажет Олеся Рыбалка. Этот шлягер угадывается не с первых, а с первой ноты. Звезда диска 70-х, 80-х, любим не одним поколением меломанов. Вот и сейчас неутомимый Африк Симон просто море позитива, энергии и обаяния. А ведь ему на минуточку 61 год. Своим Хафанана он снова говорит, это не просто строчка из песни, это принцип жизни. Нужно жить по принципу «Хафанана». Если появляется какая-то проблема в жизни и кажется, что все плохо, когда утром открываешь дверь своего дома, скажи «Хафанана» и все наладится. Советская вокальная инструментальная эра уже позади, но участники ВИА, добрые молодцы, будто бы поворачивают время вспять. По ощущению, на сцене и в зале год эдак 1975-й, когда и артисты, и зрители были молоды. За такими чувствами и идут на концерты «Золотого шлягера». Известный шлягер о любви на стихи белоруса Олега Жукова. На его счету более двух сотен песен. Спасибо. Не все песни становятся шлягерами. Для этого нужно иметь чутье на шлягер и все. Любимые мелодии «Золотого шлягера» собирают аншлаги и дарят теплые встречи. Ой, Маринка! Ой, иди сюда. Ты самая красивая такая. Вот, это «Золотой шлягер». Радость встречи, Мариночка Хлебникова. Ты мой парень. Именитые исполнители и известные ведущие не отказывают себе в удовольствии побывать на фестивале в Могилеве, потому что любят его атмосферу. Это единственный фестиваль, это единственная сцена, куда я продолжаю выходить. Это «Золотой шлягер». И я рада, что меня приглашают. Это очень приятно, потому что в свое время отказался от всех концертов ввиду занятости. Но «Золотой шлягер», конечно, я пропустить не могу. И спасибо, что вновь вы пригласили, я в Могилеве. Под твоими руками, под твоими губами ловится. О любви на шлягере больше всех пел этот дуэт. Виктор Рыбин и Наталья Синчукова. Муж и жена последний раз в Беларуси были 25 лет назад. Горячему приему несказанно обрадовались. Удалось удивить публику и совместным номером с белорусской группой «Тяни, толкай». Это экспромт, и он удался. Трудно перечислить всех тех, кто за годы фестиваля выходил на его сцену. Но каждый раз это как мостик в прошлое, с хорошими воспоминаниями о незабытых мелодиях. Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал, кто придумал, что тебя я не люблю. В шлягерный формат прекрасно вписалась и опера. С оркестром народных инструментов имени Леонида Иванова концерт дала чета Аюшеевых. Тенор и сопрано с мировыми именами еще раз доказали. Классические произведения – вечные шлягеры. Ну это проверяется временем, конечно. Потому что много хороших песен, но всегда это сразу видно по реакции публики. То есть есть песни, как та же песня «Белоруссия», о которой мы начинали концерт. Это как раз уже классика. В рамках фестиваля звучал и джаз. Музыка свободы, импровизации, яркие голоса и тоже золотые шлягеры. Хиты Эллы Фиджеральд и Луи Амстронга в исполнении современных музыкантов по вкусу могилевской публики. Джаз – это хорошая музыка, по-моему. Это очень свободный стиль, в котором можно открыть себя. Радовать публику старыми песнями и любимыми мелодиями умеет золотой шлягер. И неважно, в каком стиле поют исполнители, главное – атмосфера праздника, которую дарят популярные хиты прошлых лет, но уже в наше время. Сегодня гость нашей студии, гостья Международного музыкального фестиваля «Золотой шлягер» Ольга Пирекс. Певица, которую называют латвийской Эллы Фиджеральд и первой леди латвийского джаза. Здравствуйте, Ольга Геннадьевна. Скажите, а что для вас «Золотой шлягер»? Ну, на самом деле, конечно, в моем понимании, что это очень популярные, очень любимые песни. У вас есть такие? Есть ли у вас свой «Золотой шлягер»? У меня масса просто таких песен. Я очень люблю, на самом деле, петь. И когда меня спрашивают, спойте свою любимую песню, я не могу спеть. А вот тяжело ответить на этот вопрос. Потому что музыка, конечно, живет с самого-самого детства. Если говорить даже о двух лет, то я пела парней так много холостых, а я люблю женатого. А что я пела вчера? Это старый рояль из кинофильма «Мы из джаза». Да, и, конечно, я счастлива, что я была выбрана, именно меня выбрали, несмотря на то, что был кастинг. Я-то хотела спросить, наверняка был кумер курс? Был, был, как сейчас называют, кастинг. Кастинг, да. Просто прослушивали нескольких известных на тот момент певиц, сама Лариса Долина, кстати, тоже участвовала. Я почему-то была уверена, что она исполнила эту песню изначально. Нет, 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 нет. Но у нас все-таки голоса немножко различаются по тембру. Какую музыку вы любите слушать саму? Вы знаете что, ну, это неудивительно, что джаз. Под джаз можно делать все. И слушать, и если вот что-то я слышу свою любимую, например, какую-то известную тему вообще в новой интерпретации, я сразу смотрю, кто же это поет. Там все это фиксируется, все сразу видно. И я сразу же могу готовить, все что угодно убирать. Расскажите про Раймонда Пауса. Вы сотрудничаете с ним и исполняете его стрижа? Да, вы знаете что, да, у меня в этом году был сольный концерт. Я его пригласила не в качестве даже своего, так сказать, коллеги, чтобы он меня аккомпанировал. Как гостя, чтобы отдохнуло. Как гостя, да. И, конечно же, я пела вот Папури, который я вчера тоже исполняла, на его вот самые мои такие любимые, популярные его песни. И главное, что он сидел все три часа. Знаешь, человек получил удовольствие. И вот он, да, потому что я так была уверена, что он услышит свои песни и помахает мне ручкой. Он шутит, любит. Он сказал так. Я думал, что музыканты все будут торопиться, там, на банкет, скорее, скорее будут играть, там, т-т-т-т. Он понял, что они не торопятся. В результате он понял, что все это очень достойно, и он не мог оторваться от этого действия. Говорят, что вы не только бабушка, но и прабабушка. Да, прабабушка. Как вам находится, как вы находите язык с вашим подрастающим поколением, родным для вас? Да прекрасно. Любят ли они ваши песни? Прекрасно. Понимаете, это вот когда ребенка такого вот держишь и на руках, и с ним что-то, что ты, как говорится, с ним занимаешься, это просто необъяснимое счастье. Необъяснимое просто. Не могу даже вот понять, как можно передать эти чувства. Так что все в порядке. Уже поет. Зовут Демид. Очень имя такое редкое. Голос слышите у правнука? Да, да, да. Ну вот ему нравятся все мультики музыкальные, поэтому вот он и засыпает, и кушает с музыкой. Вы приучаете его к музыкальной культуре. Ну да, внучка в основном, конечно, но когда ей нужна помощь, то я тут как-то. Но вы легко находите общий язык? Вот хорошо, ну правнук еще совсем маленький с внуками. Понимаете ли вы их музыку? Вы знаете, у меня четверо внуков, поэтому я могу сказать одно, что они ревнуют меня, вернее, друг друга ко мне, потому что они борются за то, что кто будет ночевать у меня там в очередные выходные. Вы как-то сказали, что прекрасно относитесь к возрасту. Я процитирую возраст. Ведь внутри, сказали, бывают 20-летние старики и 60-летние молодые женщины. Да, конечно. Сколько лет вам внутренне? Мне? Он такой задорный взгляд. Вообще я ощущаю себя в возрасте своей старшей дочери. Мы с ней, ну почти что можно сказать. Вот ей в этом году будет 40 лет. Я не хочу говорить, что мне 18. Ну знаете, 18 еще немножко легкомысленные. А вот в таком возрасте, как 40 лет, 39-40, ну вот такой, наверное. И силы есть, и понимание. Я думаю, что любовь Орлова была совершенно права в этом смысле. Конечно, иногда, когда находишься с детьми, ты вообще сытно чувствуешь себя ребенком. И это замечательно на самом деле. И если это ощущение пронести вообще сквозь всю жизнь... Ну говорят же, счастлив тот, в ком детство есть. Конечно, конечно, конечно. Это я абсолютно поддерживаю. Скажите, о чем вы мечтаете? Я о чем мечтаю? Я мечтаю, как можно больше работать. Прекрасно мечтаю, иногда говорят, я хочу отдохнуть, поехать. Нет, а я не умею. А вы хотите отдыхать, вы знаете, не умею. Мне три дня, и я уже скучать начинаю и по работе, и, скажем, если я куда-то уезжаю по своей семье. Работа меня держит в тонусе, знаете. Я вас благодарю за интервью и желаю вам, чтобы вот эти силы творческие у вас были всегда, был задор и была молодость. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо большое. Золотой шлягер снова напомнил нам о многообразии мира, в котором мы живем. Певцы и музыканты с разных концов света, исполняющие разную музыку, объединяются, чтобы подарить людям радость. И тут нам вспомнилась цитата из детства. Джани Радари, итальянский писатель, сказочник и журналист, известен в наших краях прежде всего в «Приключениями Чаполина». Он считал, что в реальную жизнь забавнее входить не через главную дверь, а через форточку. «Приключения» Чаполина Радари написал в 1951 году, и книга была очень популярна в Советском Союзе, больше, чем в Италии. Как и любая сказка о жизни и справедливости, «Приключения» Чаполина не теряют своей актуальности. Сегодня и вот цитата. На этом свете вполне можно жить в мире. Для всех на земле есть место и для медведей, и для луковиц. В ноябре мы получим жировки, в которых уже будет графа отопления. Ведь подавать тепло в жилфунт начали 7 октября. Период наладки отопительных систем закончился, а у кого-то по-прежнему масса вопросов коммунальникам. Например, почему в одном доме батареи чуть теплые, а в другом до них не дотронуться. Можно ли на тепле сэкономить? Выясняла Екатерина Городницкая. Вячеслав и Татьяна в Могилевскую новостройку в новом микрорайоне въехали два года назад. Ремонт еще не закончили. С рождением в семье Первенца каждая копейка на счету. Осенью-зимой, думают, будет тяжелее. Ведь придут жировки с графой отопления. На обогреве квартиры можно было бы сэкономить, но оборудование, которое позволяет это сделать, простаивает. Конечно, каждая копейка дорога. Нам есть, куда эти деньги потратить. Нужно купить и мебель, нужно обустроить квартиру, нужно купить люстры, как вы видите. И эти приборы, учет и тепла, они же когда-то ходили стоимость квартиры, и мы за них заплатили. И вот те же вентили, которые стоят на батареях, они должны регулировать тепло. А не работать это может по одной простой причине, объясняют в горосполкоме. Законодательство позволяет поквартирно учитывать тепло, только если такое желание есть у большинства жителей дома. Сам расчет предусматривает, что должно быть не менее 75% квартир, которые дали добро на расчет именно по индивидуальным приборам. В противном случае, просто даже тут речи не может быть о расчете. Два идентичных дома в центре Могилева даже построены в один год. Казалось бы, и показатели счетчиков будут одинаковые. Но жировки жильцам приходят разные. В 11-м тепло стоит дешевле. В результате проведения жильцами собрания, они стали проводить расчет по индивидуальным приборам учета, что в свою очередь, по сравнению с домом, где они согласились, привело к экономии порядка 20% ежемесячно по потреблению тепловой энергии. Регулировать в своей квартире тепло уже можно, а вот сколько денег удастся сэкономить таким способом, до конца не ясно. Ведь за отопление в подъезде, в подвале и на чердаке – это площади общего пользования – тоже платят жильцы. По мнению многих, не хватает в этой системе прозрачности. Люди боятся, что с них будут требовать дополнительные деньги за техническое обслуживание, за поверку, за замену, за снятие показаний, за расчеты. Это тоже могут быть очень большие деньги, потому что монопольный рынок может диктовать свои цены, которые являются необоснованными. Реально оценить экономию от квартирного учета тепла пока могут немногие, а вот по домовую – да. В области больше 4 тысяч домов оснащены автоматическими системами регулирования тепла. На пальцах это выглядит так – чем выше температура на улице, тем батареи холоднее. И наоборот. Автоматическая система регулирования на каждый дом, то она бы была для каждого дома индивидуальна. То есть можно было бы чуть больше, например, поджать, когда дни теплые. Соответственно, дом бы потребил меньше отопления, меньше тепла, люди бы меньше заплатили. В области есть много домов советской эпохи. Они проектировались, когда ресурсы не экономили. Подкрутил гайки и в квартире Ташкент. Это дома с регулированием через центральные тепловые пункты, как в этом случае, или так называемые паровозики – транзитные дома, когда тепло из одного объекта расходится по нескольким. И потерь тепла не избежать. Бывают такие ситуации, когда в одних квартирах будет немножко жарко, которая находится в центре, допустим, а по крайним точкам теплоноситель будет недоставать, и, скажем так, жильцам будет немного некомфортно. Для решения этой проблемы нужно применять работы капитального характера, делать модернизацию тепловых пунктов. Каждый тепловой пункт оборудовать системой автоматического регулирования, ставить дополнительные насосы. Но модернизировать нужно не только старые системы отопления, а и устаревшие стереотипы отношений между тем, кто оказывает услугу, и тем, кто ее получает. Ярмарка региональных проектов в Быхове познакомила инициативных людей из сельских районов с представителями международных и белорусских организаций, которые могут помочь на старте проектов и финансами, и советами. Например, Глобальный экологический фонд поддержал в этом году 11 проектов в 6 юго-восточных регионах Могилевщины. Смысл такой. Если у вас есть хорошая идея, которая поможет улучшить жизнь в регионе и позволит заработать вам, то можно рассчитывать на поддержку. Главное – желание работать для себя и для людей. И в такую морозную осеннюю погоду в славгородских воростянах растут грибы. Правда, не под кедрами, а в здании сельской школы, закрытой несколько лет назад, а потом проданной на аукционе за одну базовую величину трем предприимчивым могилевчанам. Ну и здесь, собственно, находится наше основное пока грибное хозяйство. Пока мы только исключительно в подвале. Прошусь. Здесь у нас растут грибы. Пойдемте их смотреть сразу тогда и все вам расскажем и покажем. Константин Денисов, кстати, совсем недавно работал ведущим на «Радио Могилев». Сменил прямые эфиры на производство грибов. А вот ради иные симпатии остались прежними. Здесь ловится только «Радио Могилев» исключительно. Правда, не 96,4, а 102,7. В этой комнате где-то порядка 250 мешков. А всего комнат три. В месяц фермерское хозяйство «Хворостяны Агро» производит тонну полторы грибов. Работают на заказ. Причем продают вешенки даже в Подмосковье. Ну вот. Получается такая семейка. Ну сколько здесь? Грамм 400, наверное. Три друга и соседа из областного центра – едеизист, экономист и механизатор – решили растить грибы, потому что хотели производить продукт питания. Ведь людям всегда нужно есть. Нас все пугали, что первый раз у вас ничего не получится. Но по книжкам где-то в интернете смотрели какие-то статьи, где-то смотрели какие-то ролики. И благодаря этому оно выросло и сейчас растет все хорошо. Теперь партнеры думают про расширение производства и создание новых рабочих мест. Для этого они разработали проект «Грибы на соломе» и представили его на ярмарке региональных проектов. Ярмарка в Быхове представила инициативы жителей сельских районов. Ее цель – свести продавцов и купцов, авторов идей и тех, кто может оказать их продвижению помощь. Например, Глобальный экологический фонд поддержал в этом году 11 проектов почти на миллион долларов. В 2018-2019 году мы ожидаем, что еще полтора миллиона долларов на безвозмездной основе будет выделено на вот эти регионы Могилевской области, шесть пострадавших от аварий на Чернобыльской АЭС. Они пойдут также на социальные объекты, на их реконструкцию, восстановление и будут способствовать как решению экологических проблем, так и улучшению жизни людей в регионе. Одни проекты нуждаются в поддержке на старте, другие – на новом этапе развития. Дело сыроваров, которое за семь лет изменило представление о Славгородчине, развивается. И теперь появились мастер-классы для любителей домашних сыров. Вот были у меня байкеры на территории, на усадьбе, да, и это был мастер-класс, вот такое вдохновение, вы не представляете, вот молодежь, я никогда не думала, что они просто с открытыми ртами вот смотрели на это все, это было вообще. Плоды проектов, связанных с продовольствием, как правило, вкусны и оттого успешны. Литовские партнеры хотят совместный проект по кулинарии и традиционным ремеслам. Его готовы поддержать в Кричеве. Для меня самым главным результатом являлось бы то, что люди не уезжают с сельских территорий, что сельские территории – это сегодня звучит гордо. Необходимо заниматься, необходимо двигаться вперед, чтобы обеспечивать благополучие и своих семей, и населенного пункта развития. Хворостянские фермеры тоже хотят развивать свой проект, сделать новые производственные помещения и даже построить на стадионе еще одно здание. И они тоже рассчитывают на поддержку международных и белорусских организаций, потому что готовы работать. И для себя, и для людей, рабочие места, я думаю, и для детей, останется им уже это все. И напоследок про театр. 29 октября 1954 года открылся Могилевский областной драматический театр. Его создали на базе переведенного в Могилев Пинского драмтеатра. Как известно, здание Могилевского театра, старейшее в Беларуси, его построили в 1888 году на деньги горожан. На одной из лучших по акустике сцен Европы выступали Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов и Вера Комиссаржевская. Во время Первой мировой войны в зале театра Николай II смотрел военную хронику, а с балкона принимал парады. Что касается уже советского времени, то Могилевская театральная труппа была передвижная. После войны ее перевели в Минск. И только 63 года назад в Могилевском театре появились постоянные хозяева. Этот сезон театр рассчитает 130-м. Берегите себя. Программа днями. До встречи в эфире.